Денис, приветствую тебя! Привет всем! Традиционная встреча, обсуждаем рынки, смотрим на происходящее с нескольких сторон, скажем так, со всех сторон, с которых только можно посмотреть. Новостной фон, фундамент, техника. Сегодня предлагаю разобрать золото, которое интересно в последнее время, своя трендовая динамика, и золото мне интересно, потому что я уже не первую неделю наблюдаю, как на этом инструменте очень хорошо отрабатывает себя индекс треничных настроений. Я практически на протяжении последних двух-трех месяцев каждый день на своих брифингах рассказываю. Друзья, кому интересно добавить еще к своему анализу другой способ принятия торговых решений, смотрите на индекс настроений, который доступен всем клиентам компании Amarket. Сегодня предлагаю обсудить индекс доллара. Куда без него? Мы всегда с тобой касались, поэтому логично снова вернуться к нему, посмотреть на текущую динамику и попробовать спрогнозировать дальнейшие потенциальные изменения курса. Можно про золото, как я уже отметил, европейскую валюту тоже, в принципе, если говорим про индекс доллара, евро показывает из-за высокой корреляции схожую динамику. От себя еще добавлю пару слов сегодня про пару доллар-иена, потому что эта валютная пара беспрецедентная. Волатильность, движение, они связаны напрямую с фундаментальным фоном, имеющим место быть из-за потенциальных действий японского регулятора. Давай к демонстрации экрана, индекс доллара у меня открыт. Демонстрация пошла, Денис? Да, да, все видно. Отлично. Так, индекс доллара, текущие котировки 102 пункта. Это те же самые уровни, что были в начале недели, те же самые уровни, что были в конце прошлой недели. Вчера локально пытались продавить индекс доллара еще ниже, но мы видим, что ничего не вышло. В итоге образовалась лишь такая тень, которая привела впоследствии к тому, что инициатива пришла к покупателям. И сейчас уровни, к которым мы уже привыкли. Я на своем брифинге рассказывал, что, конечно же, уже надоело наблюдать индекс доллара к этому стекущему значению. Хочется, чтобы он либо уж точно обозначил намерение пойти ниже, либо дал какую-то коррекцию, потому что коррекция назрела давно даже по классике анализа финансовых активов. Но если инструмент валится даже на 10%, а это очень много для любого актива рынка Форекс, индекс доллара с октября потерял ровно столько, без каких-либо откатов, то, конечно же, этот откат должен произойти рано или поздно. Я надеюсь, что уже рано должно случиться. Я, Денис, сторонник долгосрочного подхода в отношении индекса доллара и считаю, что пока у нас не минует мартовское заседание, то есть это как бы ближайший горизонт анализа с учетом ожидаемых и прогнозируемых действий американского регулятора. То есть в феврале и в марте ставку должны поднять в совокупности как минимум на 50 байсных пунктов. И я рассчитываю, надеюсь даже, что на хотя бы ближайшем заседании, которое стартует 31 января, на 1 феврале, ФРС оживит интерес к доллару либо самим решением, либо риторикой на пресс-конференции о том, что мы намерены и дальше проводить политику высоких процентных ставок, потому что до сих пор проблема с инфляцией не решается в том формате, в котором бы хотелось американскому регулятору, потому что даже несмотря на снижение инфляции индекс потребительских цен существенно выше 2%. Я сторонник того, что до марта индекс доллара сможет порадовать покупателей. Возможно, у тебя другая точка зрения. Я сейчас не собираюсь никому навязывать свою, но мне кажется, что этот актив еще рано прям тотально шортить с четкой уверенностью того, что вот сейчас, сегодня-завтра мы преодолеем 100 пунктов и дальше будут еще более глубокие уровни и более серьезные падения. Поэтому нужно ждать. Следующий фундаментальный триггер – это заседание американского регулятора две недели до него. Допускаю, что в течение предстоящих двух недель мы так и будем наблюдать за вот этой вялой динамикой в пределах 102-103 пунктов. Так, по поводу золота. Котировки 1912 долларов за тройскую унцию. Раньше были рекомендации на покупку золота, удалось неплохо прокатиться на локальном тренде. Вот продавцы сопротивляются буквально с начала этой недели. Сбросили последние дни котировки с 1930 до 1900 долларов за тройскую унцию. Ну, сегодня опять золото растет. Я рекомендую, опять же, уже сделал акцент, что сейчас принимать решение о косрочной торговле золотом на основании индекса рыбничных настроений. Буквально в конце прошлой недели у нас был однозначный сигнал того, что золото нужно покупать, потому что больше 70% трейдеров золото продавали, и рынок идет против толпы. Сейчас картина немного изменилась. То есть, расстановка сил 40-60. Но каждый доллар, который удается набрать золоту, он меняет эту расстановку сил. И я рекомендую дождаться распределения позиций 70-30, когда 70% снова будет в шортах. Я допускаю, что это произойдет даже до конца сегодняшнего дня. И потом уже купить золото в расчете на то, что этот актив доберется до уровня 1950 долларов за тройскую унцию. Причем долгосрочный прогноз лично мой на середину 2023 года, то что золото протестирует даже 2000 долларов за тройскую унцию. И золото это может легко сделать даже в более короткий промежуток времени, потому что, посмотрите, сегодня у нас 19 января. За первые 19 дней нового года золото уже прибавило больше 100 долларов. Ему ничего не стоит еще набрать 70 долларов до этой психологической планки 2000. Поэтому я рекомендую для тех, кто не хочет рисковать сейчас и полагает, что может быть еще будет снижение, ждать непосредственно подсказок от индексы рыночных настроений. Кто хочет рискнуть, то можно брать с текущих значений, прям по текущим котировкам, уже в расчете на перехай 1930 и последующее движение выше. И, Денис, буквально пару слов про пару долларов и иены. Сейчас котировки 128.25. Здесь прогноз. Ждем теста поддержки 128. Я думаю, что в этот раз он будет успешным. И движение уже к цели 125. Вчера японскую иену пытались продать и, соответственно, пару долларов и иены выкупить. После того, как прошло заседание Банка Японии, но дополнительный анализ или, скажем так, последующий анализ после заседания Банка Японии всего, что было сказано, все же убедило инвесторов в том, что раз уж Банк Японии повысил прогнозы по инфляции, значит, в конечном счете это привело к тому, что он будет повышать ставку. Вряд ли это произойдет раньше марта-апреля, но какие-то сигналы об ужесточении политики могут быть даны уже на следующем заседании Банка Японии, оно состоится в марте. Я думаю, что еще до марта пара обновит поддержку 125 и считайте, что с текущих уровней есть возможность урвать в этой валютной паре больше 300 пунктов. Короче, я сторонник здесь короткой позиции. Денис, слово тебе. Так, сейчас включаю показ. Меня хорошо видно, да? Да. Итак, значит, я с тобой согласен практически во всем. Есть некоторые моменты, некоторые корректировки, но я сейчас их все объясню. Значит, с точки зрения техники у нас по индексу доллара. Значит, в плане отскока, согласен, поддерживаю, причем абсолютно. Дело в том, что цена смогла добраться даже до дальней границы, которые, если честно, я думал, добьют после отката. Но как такового отката особо не было, то есть там внутренние маленькие коррекции, это график с дневного тайма, поэтому внутренние маленькие коррекции здесь, конечно, проходили. Стратегический уровень в районе 103,80. Цена его тестировала. То есть это уровень еще с 20 марта. Немного ниже прошла, но это абсолютно нормально, потому что это уровень такой более стратегически глобальный, и, как правило, цена, то есть такие вещи, она их с точностью особо не видит. Но дело в том, что подошли именно к локальной поддержке, и вот этот уровень 101,30, я его считаю, вот он будет как раз ключевым. Дело в том, что вчера, даже глядя на дневной график, очень красиво здесь выглядит момент отскока. И дело в том, что при данном отскоке у нас достаточно большая будет вероятность того, что мы увидим примерно вот такой сценарий. Самую ближайшую цель для отскока я выставляю в районе 105-25. То есть, как ты уже говорил по поводу вартовского заседания, то есть, да, понятно, что 0,75 очень маленькая вероятность того, что повысит ставку, хотя были об этом разговоры, но я больше склоняюсь все-таки действительно к полпроцента, то есть на 50 базисных пунктов, и бакс как бы со счетов пока еще рановато списывать. В глобальном плане, да, я думаю, что движение вниз, оно не закончено, оно еще будет продолжаться, причем достаточно долгосрочное, например, там в район где-то 99, может даже 97. Но, как правило, сейчас нет таких условий, при которых это движение было бы практически безоткапно. Поэтому, как минимум, коррекция это в район примерно 105-25. Почему именно здесь? Потому что здесь находится очень красивая зона вращения, то есть это тот диапазон, который цена видела с обеих сторон и давала реакцию на этот диапазон. Поэтому для начала я бы хотел сюда увидеть коррекцию, а дальше бы не смотреть. Возможно, или добой выше, и потом разворот, либо прямо из текущих попытаются очень мощно обвалить дальше вниз. Но в любом случае вот этот момент коррекции с очень большой вероятностью, я считаю, все-таки будет. По обратной корреляции с индексом доллара, естественно, выступает евро. Здесь у меня, на самом деле, стоит лимит. Просто я предварительно отключил показ сделок, потому что все-таки закрытого канала, чтобы не сильно палить, где именно его расположил. Дело в том, что вчера произошла очень любопытная ситуация. Я ждал, честно, добой вот в этот диапазон 1.09-1.10. Причем потому, что это очень важный диапазон с точки зрения не только психологического уровня 1.10, как круглое число, но больше именно с позиции опциона. Дело в том, что здесь у нас находятся, во-первых, мощнейшие опционы спред просто с колоссальным объемом. Его уровень в районе 1.09-90. И здесь же с двух сторон находятся очень крупные опционы проторговки в Ливане. Это на 1.09-25 и 1.10-15. То есть таким образом сформировалась вот такая вот зона. Двойная маржинальная зонка также подходит к нижней границе. Но вчера я правда удивился, что цена не смогла сюда добить. Но это по меньшей мере странно. Реально очень странно, потому что, в принципе, все к этому ушло. А в итоге сделали просто небольшой вложенный перехай и обвалили вниз. То есть вот у нас этот перехайчик маленький произошел. И в этот момент, когда произошел перехай, у него прям залеплено все вот этими буквами ООО, это опционные конструкции, которые здесь заливались. Их цель как раз-таки на разворудовании. Объем у них достаточно значимый. Особенно учитывая предыдущие непокрытые полны 1.08-40, здесь достаточно большая вероятность двинуть вниз вот к этой поддержке. Почему именно к этой поддержке? Потому что, во-первых, здесь находится депо контракта. Вот пунктирная линия он показан. Также здесь находится крупное вливание по опционам, причем это просто аномальный объем для евро, на уровне 1.0650 в текущем контракте, который будет экспирироваться 3 февраля. И поэтому вот этот диапазон 1.0575-1.0635 – это очень сильная область с точки зрения поддержки. Поэтому я считаю, что да, цена сюда может добить, но, скорее всего, потом мы увидим еще один отскок. Максимум-максимум дойти вот сюда ниже. Это уже зона вращения, это тот диапазон, который я ждал еще с прошлого года. То есть у нас, когда Новый год, мы все обгуляли, все классно, и цена потом еще обвалила. Ниже вот 6 как раз января. И осталось там погрешно, что-то около пару пунктов буквально было, это максимум. И затем уже сформировал отскок вверх. Здесь стратегический уровень, еще 1.0765 – это даже позапрошлого года уровень. И его цена стратегически пилит, пилит, пилит. Он все никак не может нормально пройти. Поэтому я считаю, что очень сильным сопротивлением зажали. Плюс вчерашнее вливание еще по опционам прям вот максимально подтверждает эти мысли. Значит, раз что ты сказал про иену, я тоже тогда скажу. Дело в том, что по иене была у нас как раз офигительная продажа вот от этой зоны. Это зона продавцов четырехчасового графика, которая очень красиво сдобрена еще деплоком, то есть ключевым профильным накоплением текущего мартовского контракта. Сюда же также попадают у нас и опционные заливки, то есть верхняя и нижняя границы сейчас. Причем это даже не просто заливки, это зона опционного спреда. И сейчас вот нижняя граница на 1,2,8, где мы, собственно, половину фиксировали. Потом будем остаток уже внизу на нижней зоне. Дело в том, что дальних целей я не вижу здесь. Вот у меня, можно даже посмотреть на график, здесь пустота. То есть ни по опционам, ни по технике, толком ничего там нет. Абсолютная пустота. И если вот посмотреть более в глобальном плане, мы четко видим, откуда сформирована поддержка. То есть уровень раз, второй уровень, там он левее, по-моему, даже с 2020 года. Он примерно сформировал. Но вот такой вот диапазон поддержки здесь есть. Это с точки зрения техники. А с точки зрения опционов здесь он, эта зона, она, эта зона, она сочетается также с двух сторон по крупным опционным вливаниям. И плюс здесь же находится у нас техника, по технике точнее зона в том числе. Поэтому я думаю, что вниз все же добьют. То есть пониже сходим где-то 125, там может 126. Тут широкий диапазон, поэтому нужно будет его потом все равно уточнять уже. И после этого снова возврат вверх. То есть я не говорю о том, что там тренд какой-то будет серьезный вверх, там меняться и так далее. Но как минимум более-менее глубокая коррекция все-таки, я более чем уверен, здесь произойдет. И это, кстати, очень хорошо коррелирует с индексом доллара. Поэтому я думаю, они примерно все в одно время пойдут. То есть когда по локальную коррекцию углубленную будут делать по индексу доллара, тогда же у нас и иена пойдет, тогда же у нас и евро пойдет. А, собственно, и остальные валюты тоже. Что касается золота. По золоту я выделил для себя вот такой ключевой экстремум 1897. Почему? Потому что здесь сделан потенциально разворотный свинг вниз. При этом также еще залитый объем в верхушке. Мы четко видим вот сколько тут, 1734 лота по цене 1920 с отрицательной дельтой. То есть это рыночные продавцы. Так как не было импульсного движения вниз, это означает, что здесь происходили фиксации покупок. Если фиксация покупок, как правило, цена входит во флэт. И только после этого, если происходит пробой вот этого диапазона, тогда у нас начинается хорошая коррекция. Дело в том, что внизу у нас там много есть, в принципе, для поддержки диапазонов. Но ближайшее это хотя бы, с точки зрения, если по маржиналке раскинуть, ну хотя бы в район 1860. То есть это самый ближайший уровень, к которому цена, я считаю, может подойти. Вверху, если вдруг не будет какой-то более-менее значимой коррекции, цена продолжит свой рост, то вверху у меня только вот такой диапазон остается. 1985-2005. Почему? Потому что здесь на самом деле много факторов. И стратегический уровень сопротивления. И очень крупное вливание в контракте, который будет экспирироваться аж в конце марта. И зона опционных спредов. Плюс круглый уровень 2000. Короче, там целая куча этих факторов. Все они указывают вот на такой диапазон. Между ними толком ничего нет. Даже с точки зрения техники, если посмотреть, вот этот диапазон. То есть вот откуда уровень взят вверху. Здесь уровень взят чуть ниже сейчас покажу. Это вот он, откуда взят. То есть тоже это стратегически важный значимый. Ну, хоть какую-то реакцию цена на такие диапазоны дает. То есть, ну, это реально очень сильный уровень. И чтобы прямо его прошли без реакции, ну, не знаю, не уверен. Скорее просто погрешно сделают. То есть, как бы здесь это было сделано. Ложный пробой вниз, отскок. Еще раз пробой и еще раз отскок. То есть, ну, все равно, как ни крути, но более-менее значимое такое расстояние здесь прошли. Поэтому нечто аналогичное я ожидаю в виде коррекции увидеть как раз вот с текущих уровней. Поэтому хотелось бы, хотелось бы в идеале увидеть вот такую картину. То есть в виде коррекционного снижения. Но, опять-таки, будет это сделано через, возможно, ложное обновление максимума. Или сделать кульминацию с новым объемом. К сожалению, заранее мы этого не знаем. Я лишь вижу, что внизу начинают накапливать хороший объем по опционам. То есть есть ожидание, ну, там есть ожидание для коррекционного падения. Самый ближайший диапазон 1860. Более глубокий уже, конечно, на примерно 1810-1815. Туда я пока не загадываю. Ждем хотя бы, что здесь у нас появится. Потому что если коррекцию дадут, потом я бы настоятельно рекомендовал все же после окончания этой коррекции покупать на продолжение роста. Но с текущих просто неоткуда брать. Реально неоткуда. Потому что в каких-то районах максимума нарвемся на очередной, как вчера был сделан, выброс вниз. И что? И в лучшем случае будет без убыток. Так. И что касается нефти. Вот нефть у меня вызывает некие вопросы. Дело в том, что вот такой диапазончик вверху 83-70-85-75 есть. Стратегический уровень сопротивления у нас тоже сформирован. То, что сейчас цена перекрыла ближайший локальный максимум, но особо ничего она нам не дает. Почему? Потому что, во-первых, это перекрытие получилось ложным. Здесь была просто сумасшедшая кульминация влита. Значит, в новом контракте это 98 на 4-часовом графике. 98 тысяч контрактов было здесь проторговано. Также вот точный объем за лит здесь более 2000 лотов есть. И это, кстати, очень существенный объем, как для нефти. Да, это новый контракт, но все равно в него уже очень крупные объемы заходят. Поэтому у меня личное впечатление, что вряд ли цена будет доходить уже внизу, куда я ее ждал. То есть изначально я ждал на 68, 50, 67, 50. И с этого диапазона ростом на 93. То есть не такие глобальные были цели. Но здесь, к сожалению, цена вниз не добила. Поэтому с учетом таких моментов, я думаю, что попытаются откорректироваться пониже. То есть вот сюда, примерно к этой зоне. Там, возможно, даже чуть ниже сделают задел, потому что это у нас как область вращения. Основные объемы находятся все-таки немножко ниже. И затем пойти уже на добой вверх. То есть какого-то глобального падения по нефти я пока, честно, не вижу. Особенно учитывая то, что сейчас вот со своего многолетнего локдауна наконец-то выходит Китай. Потому что китайцы – это отдельный такой класс людей. Нам их не понять. И мне кажется, к счастью. И когда вот их правительство уже прекратит издеваться над своими же людьми и наконец-то начнет потихоньку заново интегрироваться в мировую экономику, соответственно, вырастет спрос, вырастет спрос на нефть. И мы увидим дальнейший рост. Пока что локально, я думаю, вот так колбасить, потому что такая вот разновидность плоской коррекции, она всегда практически мозга такая выносящая с резкими движениями в обе стороны ложными пробоями. Поэтому здесь пока что ориентируюсь вот на эту зону. Но в случае чего буду, если что, где-то вот здесь вот ниже смотреть, потому что здесь объемы по прошлому контракту заливали достаточно хорошие. Денис, спасибо тебе за рекомендации. Следим, через неделю снова обсудим, как и что на рынках поменяется, если поменяется, опять же, учитывая, что до конца этой недели особо фундаментальных драйверов каких-то не будет, не запланировано. Но сейчас фон неоднозначный и непростой, поэтому все может произойти так, как мы не ожидаем. Будем следить дальше за развитиями событий, держим руки на пульсе и, соответственно, обсудим все через неделю. Еще раз тебе большое спасибо, что смог найти время. пробежаться со мной по этим инструментам, подсказать нашей аудитории, как есть. Я думаю, все, безусловно, тебе благодарны, Денис. Спасибо. До связи. Спасибо тебе за хорошую пробежку по всем инструментам. И до встречи на следующей неделе. Пока. Пока-пока.